Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, друзья, учителя, мы рады приветствовать вас в очередной раз на конференции, которая стала уже ежегодно. И нам чрезвычайно приятно сообщить о том, что в этот раз мы конференцию приурочили к 90-летию Рюрика Александровича Мельникова. Это человек, который не только в нашем институте, а во всей стране, да и в мире определил целое направление. И сегодня я, конечно, не буду, может быть, много говорить о его личности, Игорь Витальевич Правосудов подробно расскажет, но я бы хотел, чтобы вы знали, что мы все, даже те, кто не были лично знакомы с этим человеком, считаем его своим учителем и человеком, который во многом предопределил то направление, которым мы сейчас занимаемся. Если позволите, я кратко хотел бы сейчас сказать о том, как будет построена наша конференция. Когда мы думали об этой конференции, то что мы обсуждали? А что, собственно говоря, для этой конференции нужно? Понятно, что нужно выбрать даты, хорошие даты. И с этим возникла проблема, потому что такое количество конференций, которые проходят в октябре и в ноябре, как в нашей стране, так и за рубежом, оно настолько велико, что найти даже одну дату было сложно. И сейчас мы с Белградом пересекаемся по большой коллапрактологической конференции. Это было трудно, но мне кажется, что это неплохое время. У нас еще нет дождей, еще не закончилась золотая осень, есть возможность посмотреть на Краснодар Санкт-Петербурга. Меньше всего проблем у нас вызвал вопрос, какой же город лучший для того, чтобы провести эту конференцию. Я думаю, что все жители Санкт-Петербурга со мной согласятся, а если кто-то из приезжих против, пожалуйста, поднимите руку, я запомню это лицо. И мы в этот раз решили проводить это вот здесь, в Петроконгрессе. Мы очень надеемся, что это будет удобным, и мы решили это для удобства вас, чтобы вы не добирались к нам в деревню, где расположен институт онкологии уже много-много лет. Здесь удобно, это центр города, недалеко метро, и мы надеемся, что здесь будет это удобней. Ну и самое главное, и самое важное, это достать из рукава козыри. И, как мне кажется, мы эти козыри нашли. Чуть позже я скажу несколько слов о каждом из приглашенных экспертов, но это даже не козыри, это джокер. Еще одним важным вопросом, естественно, куда мы можем уйти от денег, было найти финансирование. И в этой связи мы очень признательны, прежде всего, руководству института, которая поддержала нашу идею и помогла организовать с этой стороны конференцию. Организаторам фирмы Ронда, которые блестяще провели подготовительную работу, и сейчас, я надеюсь, мы в этом убедимся. И спонсоров, они все перечислены на слайде, даже не все, это те, кто наибольшее участие принял. Мы безмерно благодарны этим компаниям. Но самое главное, найти общий взгляд, поскольку конференция без идей обречена на неудачу. Зал будет пустым, интереса в глазах не будет. И нам кажется, что мы эту идею нашли. Честно говоря, идея состояла в том, чтобы вот этих маленьких божьих коровок раздать каждому. Алексей Сергеевич Петров, сотрудник нашего отделения, это просто генератор идей. Его идея была с божьей коровкой. Но осень, 9-10 октября, божьих коровок на территории Санкт-Петербурга не оказалось. Поэтому кратко план, как пройдет конференция. Мемориальная лекция, посвященная Ирёю Александровичу Мельникову. Дальше анатомия прямой кишки, как основа концепции ТМИЯ. Я думаю, что нет нужды в этом зале представлять личность Петра Владимировича Циркова. Это, вне всякого сомнения, один из самых крупнейших специалистов, который в современном нашем мире, коллапрактологическом, определяет развитие этого направления. Кирилл Сергеевич Петров. Он прочтет лекцию о МРТ-стодировании рака прямой кишки. Переехав из Санкт-Петербурга в Москву, он лишил нас возможности прямого общения. Мы считаем, что Санкт-Петербург потерял после этого переезда. Очень часто обращаемся к нему для консультаций сложных каких-то снимков и считаем, что его одним из лучших специалистов по МРТ-диагностике рака прямой кишки в нашей стране. Ольга Васильевна Ивко. Это наш доктор, специалист в области патологической анатомии. Специалист, который знает все, но приходит поздно. Есть такая шутка. С ее приходом мы наконец-то смогли наладить взаимодействие и сложную команду МРТ-диагностики, оценки качества хирургического вмешательства и грамотные оценки удаленного препарата. Наконец-то у нас эта команда начала работать и в своей лекции я поделюсь с вами первыми результатами этой работы. Химолочевая терапия в лечении рака прямой кишки. Кому и зачем? Профессор Игорь Витальевич Правосудов. Вы можете посмотреть, если я начну перечислять, то я выйду из регламента. Один из ведущих специалистов по этому направлению лечения рака прямой кишки. Дальше у нас планируется трансляция из операционной. Операция будет проходить у нас в Операционное института онкологии имени Петрова. Проведет ее Петр Владимирович Царьков. И трансляция будет выведена в зал. Сразу хочу сказать, что мы не будем транслировать всю операцию. Наше внимание будет направлено на выполнение тотальной мезоректомоктомии. Этап тотальной мезоректомоктомии. Следующая лекция прочту я по лапароскопической... Это не столько будет учебная лекция, сколько, скажем так, лекция размышления на тему «А что же нам делать, если мы хотим заниматься лапароскопической хирургией рака прямой кишки?» Естественно, будет кофебрейк, один из самых интересных разделов конференции. Дальше Джим Хан. Блестящий хирург, блестящий лектор. Один из наших учителей, к которому мы ездили, смотрели, как он оперирует. Достичь такого совершенства нам не удается, но мы будем стремиться. Держи Джим, мы дышим в спину. И далее мы будем транслировать из нашей же операционной лапароскопическую тотальную мезоректомоктомию. Тоже фокус будет только на мезоректомоктомии. Мы не будем обсуждать вопросов оборудования на стомозах, мобилизации селединочной изгиба ободочной кишки. Это все будет сделано вне рамок экрана. Бадма Башанкаев. Когда я первый раз приехал в Соединенные Штаты Америки, познакомился с одним из профессоров, он спросил меня, откуда, и ответил, я из России. Он воскликнул, о, наверняка ты знаешь Бадму. Мне это было довольно удивительно. Он сейчас работает в EMC, это самая крупная частная клиника нашей страны. Он поделится экономическими основами тотальной мезоректомоктомии. И на этом повестка первого дня будет исчерпана. Но я бы хотел сказать, что сегодня мы планируем после завершения конференции гала-ужин, который пройдет в режиме такого фуршета для того, чтобы у всех, кто пожелает участвовать в этом ужине, была возможность пообщаться с экспертами, пообщаться с друг с другом, провести время в неформальной обстановке. Вы можете записаться на гала-ужин на стойке регистрации. Автобус будет подан к этому залу, вам не надо будет его искать. Вы сядете в автобус, мы все вместе переедем в зал. Зал будет находиться в центре города, буквально в пяти минутах ходьбы от метро. Будет удобно разъезжаться. Поэтому мы всех приглашаем на этот гала-ужин. Второй день конференции будет построен по следующему принципу. Откроет эту лекцию Татьяна Юрьевна Семиглазова. Это руководитель отдела химиотерапии нашего института, который скажет нам, чем же химиотерапия может помочь хирургу. Причем мы попросили ее избежать вот этих сложных патологоанатомических, патофизиологических схем, таргетной терапии. Фокус на помощь хирургу. Это вопросы неодевантной химиотерапии, аодевантной лучевой терапии. Спорные вопросы проведения химиотерапии в период ожидания между завершением химио-лучевой терапии и хирургического вмешательства. И я надеюсь, что она поделится с нами последними материалами, в том числе и по результатам последних съездов АСКО и ЭСМА. Следующей лекцией Нуна Фугоряда. Наш португальский друг, наш коллега, великолепный специалист. Он хирург, он не радиолог, поэтому подходите, задавайте хирургические вопросы. Но мы попросили рассказать его на тему концепции stop and wait. Нельзя перерывать, когда, где поставить запятую. Надеюсь, что запятые он расставит в обоих местах, но в частной беседе мы сможем узнать его личное мнение. И вообще я очень рекомендую пообщаться с Нуна, очень открытый, дружелюбный наш коллега, наш друг. Арсен Асманович Расулов расскажет о новых технологиях в лечении рака прямой кишки. Он руководитель отдела коллапрактологии Российского онкологического научного центра. Человек один из немногих, кто обладает опытом реверсивной мезоректомоктомии и очень активно развивает направление. У нас в стране тоже очень открытый, очень дружелюбный человек, кто не знакомый с российских коллег. Есть возможность познакомиться, наладить контакт. Роботизированная тотальная мезоректомоктомия. Операцию проведет профессор Амжат Проваис. Операция будет проводиться на базе 40-й больницы города Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что, казалось бы, это всего лишь городская больница, но по своей мощности это, наверное, один из лучших стационаров нашего города. Как по оснащению, так и набору кадров. Руководит хирургической службой мой друг Гладышев Дмитрий Владимирович, он в зале. У них стоит роботизированный комплекс «Довинчи». Они обладают очень большим опытом в выполнении операций. За неполный год меня поправит Дмитрий Владимирович в своей лекции. Больше 80 операций на прямой ободочной кишкой выполнены, роботизированы. И очень большой опыт лапароскопической хирургии. Собственно говоря, дальше эта фотография и информация о Дмитрии Владимировича. Он тоже в зале находится. Он поделится своими впечатлениями и своим опытом выполнения таких операций. Трансциональное ТМЕ. ЮПК-0. Бельгия. Хассельд. Мы познакомились с ЮПом в Соединенных Штатах Америки. И буквально с первых слов ЮП тут же открыл ноутбук, начал показывать видео. Качество этого видео было просто великолепным. Там была компьютер-анимация этапов операции. Это очень впечатлило. Мы поговорили. Я так понял, что он не поверил в то, что мы пригласим его в Россию. Поэтому не поленились. Мы съездили в Хассельд к ЮПу. Он приглашал. Обговорили. И вот мы очень рады, что он здесь. Что его вчера не отвезли в Сибирь. Он привез с собой специальный аппарат для создания постоянного давления в просвете прямой кишки. Удаления газа, который не зарегистрирован в России. И колоссальными усилиями. Вчера мы все-таки смогли просить таможню. Потратили это какое-то время. Переживали наши бельгийские коллеги. Они приехали вдвоем. Пообщайтесь, пожалуйста, с нашими бельгийскими друзьями. Вы получите удовольствие. И вот этот короткий ролик, который ЮП нам предоставил, он не дал нам полное видео. На тот момент, когда мы обсуждали, я просил дать, он сказал, что это пока не опубликовано. Поэтому ждите. Ну вот вчера в частной беседе ЮП сказал, что наконец-то данные опубликованы. И мы сможем насладиться полным объемом. Надеюсь, что ЮП поделится. Я потом не поделюсь, но покажу. Евгений Геннадьевич Рыбаков. Один из тех людей, которых тоже в этом зале в нашей стране представлять нет никакой необходимости. Вы можете прочитать руководителя отдела хирургии прямой кишки, Государственного научного центра коллапрактологии. Колоссальный опыт лечения, как доброкачественной и злокачественной патологии рака прямой кишки. Много-много-много регалий. Здесь тоже, если их перечислять, то мы выйдем далеко за рамки регламента. Я счастлив, потому что он согласился принять участие в нашей конференции и поделиться своим опытом о реконструктивной хирургии у больных рака прямой кишки. Еще одно приятное событие – кофе-брейк. Понятно, что мы можем немножко отклониться от графика, поскольку сложно. Зал находится здесь, операционная примерно в 20 километрах. Здесь центр города, могут быть пробки. Возможно, будут какие-то изменения в регламенте. Не ориентируйтесь на время, указанное в программке. Это ориентировочное время. И далее в нашей операционной ЮП продемонстрируют в режиме реального времени реверсивную тотальную мезоректомектомию. Причем, что интересно, вчера во время отбора больных мы предложили, естественно, несколько вариантов. И был пациент удобный, была пациентка, женщина, широкий таз, небольшая опухоль. Но ЮП сказал, что он бы хотел посложнее случаев, чтобы показать возможности этого метода. И выбрал мужчину после химио-лучевой терапии с достаточно узким тазом. Мы пожелаем удачи ЮПу и надеемся, что все получится и демонстрация будет показательной. Ну и для нас этот человек, Амжат-правоис, является, наверное, больше, чем просто Амжат. Это наш учитель, это человек, который смог привить нам свой взгляд не только на технические стороны вопроса, но и на идеологию. Человек, фраза которого мы цитируем, когда работаем, это наш учитель. Руководитель центра, я даже не знаю, как он называется, но это в Портсмуте центра обучения коллапрактологии, Квин Александр Хоспитал, куда ездили все члены нашей команды. И вот они вместе работали. Джим Хан в тот момент. Данила Мискович, я чуть позже скажу о нем, мы работали. И Амжат расскажет о том, как достичь совершенства выполнения лапароскопической или роботизированной тотальной мезеректомектомии. Ну и Данила Мискович, чрезвычайно открытый, чрезвычайно теплый наш британский друг. Он сейчас работает в университете в Литте. Раньше он работал вместе с Амжатом Паравизом и Джимом Ханом в Портсмуте, в Квин Александра Госпитале. Является консалтом, удостоен награды как лучший тренер, блестящие лекции. Вот идея вот этой презентации, которая сделана в Прези, а не в обычном пауэрпоинте, это тоже Данила, когда он на прошлой конференции нам это показал, мы были в восторге от этих технологий. Человек, с которым всегда приятно общаться. Немножко неудобно его сейчас приглашать, потому что у него маленький сын, он отрывается от семьи, но мы надеемся, что он все-таки будет находить время к нам приезжать. Мы счастливы тому, что Данила с нами сейчас. И в конце конференции мы планируем пресс-конференцию всех экспертов, чтобы предоставить каждому участвующему в этой конференции возможность задать вопросы, подойти к каждому из экспертов, обсудить какие-то любые вопросы, проблемы, наладить контакты и так далее. Я очень надеюсь, что наша конференция будет плодотворной. Спасибо всем, кто приехали. Я знаю, что еще люди приезжают, что не все пришли, чуть позже будут зарегистрированы. Там около 150 человек, в зале, наверное, меньше, плюс незарегистрированные. Всем удачи, спасибо большое, что приехали. Я надеюсь, что вам понравится. Спасибо.